Национальную игру Кокпар уже можно считать профессиональным спортом. Этот шаг был сделан тогда, когда игру вывели на международный уровень. Вместе с тем произошли изменения в правилах. Какие именно и кто стал их инициатором в следующем материале. Ради пропаганды национальной игры Кокпар в последнее время сделано многое. Проведены крупные международные турниры, чемпионаты Азии и мира, которые собрали большое количество участников. А это значит, что многие страны проявляют большой интерес к этой игре. Однако некоторые правила, по мнению отдельных экспертов, усложняли игру и подвергали риску здоровья игроков и лошадей. Тогда Всемирный совет Кокпара предложил убрать Казандык и заменить его начерченным кругом. Решение было одобрено. Казахстан и Кыргызстан хотели оставить прежние правила. Но для того, чтобы вывести Кокпар на международный уровень, нужно изменить правила игры. Многие из наших спортсменов поддержали это начинание, поэтому мы решили провести следующие международные соревнования по новым правилам. Мы не вмешиваемся в проведение внутренних соревнований. Это местные особенности. А новые правила относятся к международным турнирам. Вести новшество или, другими словами, упростить правила, предложили Монголия, Венгрия и Таджикистан. Помимо этого, Узбекистан инициировал сокращение игрового времени с 60 до 40 минут. Мне жалко лошадей. Именно, когда это оказалось, жалко. У меня внутри все болит. Но, тем не менее, большинство, мы решили именно так, мы играем. В первое время пришло не только лошадей, но уже сколько искалеченных людей, спортсменов. Федерация Узбекистана предложила играть с муляжом вместо туши барана. В скором времени в нашу федерацию вступают Венгрия, Турция, Америка и Франция. А мы знаем менталитеты этих стран, и поэтому вынуждены принять их правила и использовать в игре муляж. Все вышесказанные изменения используют на международных играх. Внутри страны в КАКПАР можно использовать традиционные правила, к которым все привыкли. Лариса Гречихина, Талгат Абдухожаев, Хабар, 24.